Мы начали работать с аутизмом весной 2019-го. У каждого ребенка есть своя дата старта. И сейчас время пожинать плоды. Каждый день к нам приходят хорошие новости. То тот, то другой ребенок выдает что-то новое, просыпается и выходит из ауто. И это идет как снежный ком. Сегодня я расскажу историю КАМО. Невероятно красивого ребенка. Консультация была 11 мая. То есть еще нет и полугода. Но от КАМО приходят постоянно хорошие новости. Это был из наиболее сложных детей в нашей практике. Диагноз аутизм оформлен с 3 лет. Инвалидность. Он родился с 8 месяцев. Лежал в реанимации. В тяжелом состоянии. Отстает в развитии. Нет самообслуживания. Ходим в штаны, в памперсы. Своя игра. Гиперактивный. Берет все в рот. С ним практически невозможно куда-то поехать. Он ведет себя странно. Бегает на носочках. Не говорит. Все ломает. Боится закрытых дверей. В транспорте невозможно спокойно с ним ехать. Плюет на все формы игры. Мама писала много на мой ребенке. Из самых ярких проявлений, которые были у КАМО, это невероятная агрессия. Вот эта агрессивная составляющая, отработка ее заняла у нас более 4 месяцев. То есть это были сеанс за сеансом. Это были коррекции за коррекцией. Это была работа мамы. Мама работала со специалистами. Мама молодец. Если посмотреть перечень, где она была, с кем она работала, как она пыталась реабилитировать ребенка, то там и разные страны, и разные направления. Все, что можно было, она кому давала. С агрессией работать сложно. Если посмотреть на ее причины в подсознании, однозначно будет кармическая история. Причем она будет у всей семьи. И у отца, и у матери, и у дедушки, и у бабушки. Она будет и у ребенка. И кармические истории могут быть разные. Но в основе у них идет очень много страшных, зверских картин. Когда мы работаем с такими историями, вот в подсознании, мне немножко легче, я веду Андрея, я на поверхности. Андрей и Ирина, они ныряют глубоко. И они все это видят. И не только видят, они все это проживают. Они все это чувствуют. И когда идут убийства, страшные расчленения, убийства детей и так далее, то это, понимаете, прожить достаточно сложно. И мы всегда искали выход, как отстегнуть эти истории, не используя приемы, которые уже наработаны в той же самой психотерапии, скажем так, эзотерической. Потому что есть психотерапия, которая медицинская. Там вообще таких инструментов нет. А есть инструменты, которые возникли как симбиоз с эзотерикой. Но даже эти инструменты получаются немножко неподходящими. Потому что ты все это проживаешь, ты все это чувствуешь, ты все это должен пропустить через себя, через свое сердце. И если история родителей была агрессивна, болезненна и страшна тем, что там были просто очень жуткие картины, то история Камо, я не просто так взяла этого ребенка сегодня, она еще и поучительна. Дело в том, что когда мы начали входить в глубины подсознания кармических историй Камо, мы обнаружили, что у него все время идут какие-то дикие племена. Дикие племена, какие-то зверства, какие-то ритуалы, какой-то шаманизм. И вот это вот все мы не могли понять. Сперва мы думали, что корни растут из какой-то магии, и у нас идут картинки прикрытия. А потом, когда мы в какой-то момент, все было это, вот если брать исторически, где-то тысячу лет назад, да, если от сегодняшнего отчета смотреть. И поэтому вот эта вот зверская агрессия за выживание, борьба, она просто прошита была в подсознании таким количеством зла, что что бы ты ни делал, ребенок возвращался опять к агрессивному проявлению. И в какой-то момент, снимая пласт за пластом, за пластом в подсознании, мы в какой-то момент обнаружили, что мы вышли на чистые инкарнации, и эти инкарнации были совсем недавно. То есть мы выкопали какой-то глубинный слой, который лежал в промежутке, в слоеном бутерброде в подсознании, в достаточно свежих, получается, инкарнациях. Но он был совсем рядом, но он был очень древний. Но до этого был нормальный инкарнационный цикл души. И мы не могли понять, как такое могло возникнуть. И в один прекрасный момент погружения, погружение, нам надо было найти каким-то образом решение, мы обнаружили, что это результат воздействия наркотиков. То есть в одной из своих жизней был передоз, было другое сознание, и это сознание вытеснило часть души, и в дальнейшем они соединились, и дальше все игры уже были вместе. И душа не могла от него избавиться. И когда мы смотрели, мы впервые это тогда обнаружили у КАМО, и в дальнейшем мы еще работали с людьми, у кого есть наркотическая зависимость, мы обнаружили аналогичные спайки. И на фоне вот этих знаний, на сегодняшний день я могу уже прямо говорить, что наркотические состояния, к наркотическим я отношу и алкогольное опьянение, то есть любые состояния, связанные с употреблением любых препаратов, под любым соусом, будет это соус ауяски, или будет это соус шаманизма, или будет еще чего-то, это все равно психоактивный препарат, это наркотический препарат. И если человек употребляет наркотики, его сознание двигается, и на это место приходит другое сознание, и это другое сознание в дальнейшем инкарнационном цикле просто объединяется с душой при отжатии, и дальше идут поломанные коды души, поломанная ДНК, инвалидные инкарнации. И инвалидные инкарнации, если люди верят, что в этой жизни человек инвалид, и в следующем родится, переродится здоровым, и все будет хорошо, но спадает они, правда. Если человек в этой жизни, будучи инвалидом, ничего не осознал, ничего не изменил, и ему не изменили код души, в следующей жизни он опять будет инвалидом, и ситуация будет идти только на усугубление. И когда уже вот эти вещи понимаешь и знаешь, смотришь на них по-другому, сегодня я смотрю на алкоголь, на табак, на все вот эти зависимости. Зависимость – это всегда сознание уже второе в теле, сознание болезни. Я смотрю под другим углом, я вижу, что это страшные вещи, которые разрушают нашу душу. С КАМО, с агрессией, мы работали порядка четырех месяцев, только чтобы слить вот эти агрессивные пласты, только чтобы вывести агрессию. И за этот период нам приходило много приятных новостей, но эти новости были такие, что КАМО начал себя обслуживать. Он сходил там, начал ходить на горшок иногда, начал кушать сам, взял ложку, съел всю тарелку, пил там чай, начал играть с братом и сестрой, он их уже увидел, распознал, и у них появились свои игры. Не писается. Сегодня заметили, правильно реагирует на многое, что происходит. То есть у него начинали появляться эмоциональные, начали появляться эмоциональные включения. Прошел стим ломиться в закрытую дверь к дедушке. С дверями там была отдельная история. Кому боялся закрытых пространств, и с другой стороны он все время пытался открыть дверь, если он видел где-то ее закрытой. Начал проявлять самостоятельность. И так далее. И совсем недавно, но дело в том, что, понимаете, когда был агрессивный пласт, то агрессия забивала все эмоции. Другие эмоции не могли проявиться. Могла проявиться другая крайность от агрессии. Это, например, неосознаваемый смех, такой на фоне гиперактивности, когда не знаешь, что лучше. Вот этот вот истерический смех или вот эта истерическая агрессия. Когда последний раз мама прислала видео, я увидела живого комо, живые глаза, осознанное достаточно поведение. Более того, его поведение ничем не отличалось от поведения здоровых детей, которые увлечены мультиком, понимают сюжет, выражают все эмоции, живут эмоциями героев в мультике. При этом он еще пытается есть, при этом он понимает, что он там вымазал ручку, еще что-то. То есть это уже осознанный ребенок. Началась первичная речь, уже можно, уже можно работать с дефектологами, логопедами и так далее. Хотя мама все это время работала. Но, понимаете, в таких случаях работа специалистов, пока не включилось сознание, она имеет малую, низкую результативность, потому что сознание отсутствует. И врачи, и специалисты пытаются надрессировать детей, как зверушек. Их просто дрессируют, их просто нарабатывают какой-то навык, берется один навык и нарабатывается он годами. И вот этот навык появился, как инстинкт, и дальше нарабатывается следующий навык. И так шаг за шагом пытаются адаптировать детей. Сознание при этом не работает. Когда у ребенка включается сознание, то вот все эти вещи идут на автомате. Когда я читаю, что наше общество готово, в США конкретно недавно материал, готово подготовить порядка двух миллионов специалистов для работы с детьми инвалидами, у меня внутренний шок. На самом деле надо работать с душами детей инвалидов, для того, чтобы их следующая инкарнация не была инвалидной, потому что это снежный ком, и в конце концов это общество превратится в общество инвалидов, и те единичные люди, которые здоровы, будут их обслуживать. Такого не должно быть. Понимаете, надо помогать людям на другом уровне. Если этого не делать сейчас, то этот снежный ком начинает расти. Когда-то инвалидов было, аутистов конкретно полпроцента в обществе, потом процент, потом два, сейчас уже до четырех, вот уже последняя статистика, четыре с половиной. Понимаете, растет, растет численность. Это действительно проблема. И эта проблема связана, с одной стороны, с большим количеством препаратов, которые появились, в том числе уколов, в том числе операций производимых, рывок в медицине, прививки. Очень большое значение при аутизме. АКДС, она действительно дает побочный эффект аутизма. И это очень много примеров этому есть. Но этот побочный эффект всегда ложится на кармическую историю. Если кармической истории нет, эффекта не будет. И при этом наше общество становится злее зачастую. И чем злее и агрессивнее оно становится, тем больше ломаются коды души. И общество откупается от инвалидов тем, что оно пытается дать денег на какую-то операцию, которую заведомо известно, что она не принесет пользы. Оно пытается исправить картину реальности. По сути дела, разрисовать свое зеркало. Нарисовать там губки, глазки и так далее. Вместо того, чтобы помочь человеку умыться, привести себя в порядок и быть здоровым. И меня радует, что сейчас после нашей работы дети действительно выходят из ауто. Дети действительно поправляются. Их души чистые и здоровые. И агрессия уходит из их жизни. Она уходит из жизни их родителей. Она уходит из их окружения. Потому что если она останется, ребенок не поправится.